Итак, мы с вами в студии программы подробностей. У нас в гостях, как и было обещано уже Дмитрий Романович Ракита, главный врач областного кардиодиспансера, доктор медицинских наук. Я бы так сказал, наше сердце рязанское, ну а что тут говорит? Журналисты, можете себе позволить образность такую? Мы с вами в последний раз встречались здесь в этой студии и говорили о ремонте, который был в кардиодиспансере. Он тогда был в самом разгаре. Сейчас вот эта эпопея закончена. Что изменилось в этой связи не только вот в самом диспансере, да? А люди же хотят знать, какие может быть ноу-хау у нас появились и влечении, да? Ну, как говорят в народе, ремонт можно начать, закончить его невозможно. Вот, тем не менее, мы завершили в прошлом году ремонт основного здания. Вот, сейчас мы занимаемся другими объектами нашей, так сказать, вспомогательной сферы. Вот, и, так сказать, вот окончание ремонта знаменовалось пуском второй рентгеноперационной. Вот, администрация области, вот, и, насколько я знаю лично, Олег Иванович Ковалев выделили нам средства для покупки современнейшего ангиографа. Это аппарат, который позволяет нам делать манипуляции коронарографии и стентирования различных сосудов. Вот. И, конечно, это аппарат, это второй всего в России аппарат такого класса нам сюда попал. Конечно, в связи с открытием второй, вот, ангиографической, операционной, наши возможности существенным образом расширились. Ну, с полным правом можем сейчас называться кардиологическим центром. Центром. Да, потому что мы оказываем неотложную, так сказать, помощь по целому ряду и по нарушениям ритма, так сказать, со всей области, из города больные поступают к нам. Вот. По хирургической коррекции нарушения ритма мы порядка до 300 кардиостимуляторов в год ставим в общей сложности, причем одна треть примерно чуть меньше по квотам в федеральных центрах, остальное у нас. Потому что если с этого года самые простенькие кардиостимуляторы мы закупаем за счет средств ФМС, то серьезные более машинки выделяют за счет централизованного финансирования, то есть финансируются из регионального бюджета. Вот. Основная проблема, я бы сказал, пользуясь случаем, что я у вас, я бы хотел, чтобы телезрители все это услышали, это то, что у нас как-то люди, ну, боятся, не боятся, знают, не знают, но при первых симптомах коронарной патологии, то есть острого коронарного синдрома или, там, скажем, начальных проявлений инфаркта, они не обращаются к врачу. И среди них люди и с высшим образованием есть, которые, в общем-то, потом начинаешь постфактум уже беседовать и говорить, ну, вы понимаете, если бы вы приехали на сутки раньше, то результат был бы совсем другой. Вопрос-то короткого времени. Совершенно верно. Вот. И поэтому очень важно, я даже хочу назвать эти симптомы, если можно, вот, то если вы почувствовали, что у вас возникли боли вот за грудиной, вот есть такие характерные знаки, которыми больные изображают приступ сонокордили, начальных проявлений инфаркта, то есть вот эта рука, вот если хочется вот так приложить, вот так показать, вот так вот сделать, то есть боль и боль, которая не снимается прием нитроглицерина у тех, кто принимать. Немедленно надо вызывать скорую и, значит, приезжать в региональные сосудистые центры или, так сказать, ну, скорую отвезет. Они, так сказать, у нас эта логистика разработана, они отвезут туда, куда, так сказать, необходимо. Вот. Но сидеть дома и ждать нельзя. Лучше в данной ситуации перебдеть. Потому что нам нужно попасть вот в технологическое окно, которое от часа до 12. Вот это самое лучшее пример. Конечно, можно осуществлять вмешательство и через 24, иногда через 48, но тут чем раньше, тем больше волокон сердца останется, так сказать, живое и здоровое, и человек будет лучше себя чувствовать в последствии. Вот неоднократно даже, ну, в каких фильмах, все телевизоры смотрят, там частенько такие эпизоды, что, ну, еще бы два часа и не спасли, или еще три часа. Вот это как раз про то технологическое окно. Ну, о котором вы говорите. И еще бы я вас знаю, что попросил, Дмитрий Романович. Вот эти вот сердечные боли или сердечные вот эти вот проблемы, они начинаются, как правило, где-то, наверное, ну, вы меня, конечно, поправите, где-то после 40 начинаются они так вот стучаться в человека, да? Если нет никаких там... Ну, это, как говорят, кому как повезет. Но, в общем-то, да, действительно. Возрастная игра. Да, классические, классические, таким уже вот критическим возрастом является возраст вот у мужчин в 40 лет. У женщин чуть попозже, у них процессы атеросклероза, если сохранена менструальная функция детородная, значит, они позднее начинаются после наступления климакса. А у мужчин, да, после 40 лет необходимо вот ежегодное, так сказать, снятие электрокардиограммы и ряд других исследований для того, чтобы... Надо следить за уровнем холестерина, надо, так сказать, обучаться уже разумному питанию. Надо расставаться со всеми вредными привычками, которые есть непременно. Да, да, да. По крайней мере, надо попытаться устранить факторы риска, те, которые можно. Вот тоже большая часть наших зрителей, и тоже вот смотреть, например, нашу сегодняшнюю встречу перед телевизором и закуривать на балконе, это уже будет, ну, как-то нонсенс полный. Да, да. Ну, это как бы будет, я, конечно, прошу прощения, плевок в нашу с вами сторону, что мы вот об этом говорили, говорили, а человек пошел и после этого закурил. Конечно, конечно. Вот, курение, потом вот такой малоподвижный образ жизни, вот, возлияние, значит, с большим, так сказать, застольем, вот, потом злоупотребление с солью, который свойственно, так сказать, вот, в России, вот, поскольку, ну, вот все даже, я могу назвать цифру, так она мне запомнилась, что по последним данным 40% жителей Российской Федерации страдает вот гипертонической болезнью, а гипертоническая болезнь, она, так сказать, вот, как раз и приводит к таким осложнениям, как убыстрять процессы атеросклероза и возникать как раз вот инсульты, инфаркты. То есть, если при гипертонической болезни инфаркт, как осложнение, возникает от 16 до 28%, то инсульт почти в 50% случаев. Поэтому это вот серьезный звонок для того, чтобы больше ходить, там, плавать, вот, немножко превратиться в жителя Среднеземноморья, то есть, больше питаться рыбой, так сказать, вот, употреблять белое мясо птицы. Простые вещи, но как сложно. Да, да, больше фруктов, овощей исключить легко свои углеводы, вот, ну, совершенно вещи вообще известные и вообще достаточно доступные. Но, к сожалению, до сих пор вот мне, нам не удается, так вот, перелом. И сегодня вот задача, которую перед нами наш министр и региональный, и федеральный ставит, это идти к средствам массовой информации, идти к людям и объяснять вот то, что за здоровьем надо следить, надо вырабатывать у наших граждан чувство ответственности за собственное здоровье, и вот, все время говорить об этих факторах риска, об их устранении, о значении устранения факторов риска. Внедрять в сознание. Да, да. В хорошем смысле. Да, да. Ну что ж, большое вам спасибо, Дмитрий Романович. Тут в таких случаях, наверное, говорят, уж лучше вы к нам. Да, да. Но, тем не менее, профилактика, профилактика и еще раз профилактика. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город. Подробности». Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова